Средняя продолжительность жизни красноярцев превысила 70 лет. Такой позитивной информацией подвели итоги года работники Министерства здравоохранения. О том, что этому способствовало, расспросим нашу гостью. Депутата Законодательного собрания Края, заместителя председателя Комитета по охране здоровья и социальной политики, Пьеру Оськину. Доброе утро. Доброе утро. Вот лично нас такие показатели продолжительности жизни вообще порадовали. Но все это является, как вы думаете, следствием последовательной политики, очень большой работы, которая начиналась еще, наверное, в конце 2000-2008-2007 годы. Помните проект здравоохранения на федеральном уровне, а на краевом уровне 4D-хлопонено, да, в том числе и здоровье. Там были дети, на которых было обращено очень серьезное внимание. Затем строительство кардиологического центра. Это же было не так давно, да. То есть, если мы вспомним, вот статистика тогдашних лет говорила о том, что каждый четвертый в листе ожидания не дожидался своей операции. Это вообще были страшные цифры. И вот кардиологический центр работает у нас 5 лет, 12-го года. Построен перинатальный центр. Благодаря слаженной работе всех служб, родовспоможения, материнства, детства, профилактике, внедрению новых перинатальных технологий, далее возможной эвакуации мамочек и детей в межрайонные центры, краевые клиники, на 25% позволило снизить смертность детей. Представляете? Это внушительные показатели. Это очень хороший показатель. Он гораздо выше, чем российский. Но и не только это, да. То есть, это и строительство онкологического диспансера. Практически вторая очередь тоже построена. Это радиологический корпус в этом году, поликлиника на 650 посещений в сутки. То есть, на самом деле, очень многое делается и продолжает делаться. Вот сданы в 2016 году два инвазивных центра. Это в Каннске и в Ачинске. То есть, фактически, высокотехнологичная медицинская помощь приближается к людям. Вообще, мы вот из субъектов федерации третий субъект, в котором это стало возможным. Но я бы здесь отметила еще очень большую настойчивость моего коллеги Алексея Владимировича Протопова, который возглавляет в Краевой клинической больнице Центра сердечно-сосудистой хирургии. Потому что под его вот таким настойчивым обзором, я бы так сказала, вот созданные, ну, конечно, и Министерство здравоохранения, естественно, начали круглосуточно работать эти центры, в которых выполняются операции на сосудах при инфаркте миокарда. То есть, на самом деле, вот перинатальный центр построен в Ачинске, перинатальный центр продолжает строиться в Норильске. К сожалению, там из-за некоторых проблем затянули сдачу этого центра, но вместе с тем он строится. Построена поликлиника в Курагинском районе. То есть, очень много вот сделано за эти годы, что позволило нам выйти вот на такие показатели. Но я могу также добавить, что у нас где-то десятки уже жителей Краснодарского края перевалили вот этот вот по 100-летний рубеж. А 90-летних, 80- и 90-летних у нас, ну, я даже боюсь, наверное, тут 90-летних около двух с половиной тысяч. А с 80-летних там уже, ну, к десятку тысяч приближается. То есть, у нас есть все шансы на жизни. Я подтверждаю это на примере своей семьи. Кроме того, вот совсем недавно был эфир из Кемеровской области. Там поздравляли женщину, которая исполнила 112 лет. 112 лет. То есть, вот, на самом деле, это очень важные показатели. И тут все вместе. Ну, еще, конечно, надо обратить внимание на самого человека. Потому что врач может помочь, да, лекарство тоже может помочь. Но человек сам должен заниматься, вернее, вести здоровый образ жизни и продолжать вот эту вот правильную, что ли, жизнь, да. То есть, меньше употреблять или злоупотреблять вредными привычками для того, чтобы продлить вот эту жизнь. Человек должен хотеть жить, хотеть жить, хотеть еще, 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 еще. Вот если есть это желание, мне кажется, тогда уже и доктора помогают, да и сам справляешься со всеми невзгодами. А какие задачи сейчас перед комитетом? Ну, сегодня мы едем рабочей группой в Зеленогорск. Там у нас возникли обращения, вернее, к нам обратились жители по поводу медицинского обслуживания. Но ситуация очень простая, на мой взгляд, и понятная. Потому что в 12-м году, по-моему, в 13-м году ЭХЗ передал поликлинику и вообще вот все свои объекты городу. Тогда 42-я клиническая больница, она федерального уровня, это ФМБА. ФМБА, Сибирского клинического центра федерального агентства медицинского, да. То есть и у них были возможности, было финансирование соответствующее, у них были возможности содержать эту поликлинику. Сейчас, во-первых, сократилось население в городе, во-вторых, сократилось население заводчан, вернее, сократилось количество работающих на заводе. И в этой поликлинике, в общем-то, есть смысл или нет смысла, да. Да, понятно, да. То есть, понимаете, это коммунальные услуги, это электричество и так далее, и так далее. И вот мы едем посмотреть, какая ситуация там в 42-й клинической больнице. Эту поликлинику посетим, поговорим с людьми, поговорим с врачами, с главой города, для того, чтобы нам было понятно, все ли здесь соблюдается, да, и не останутся ли без медицинской помощи люди. Это первое. Второе, у нас заседание комитета, вот, буквально в среду, на котором, ну, там много вопросов, но один из самых важных таких вопросов, это внесение изменений в закон о социальной, вернее, да, о социальной поддержке населения при оплате жилищных, при оплате жилья и коммунальных услуг. Касается он одной категории граждан, это граждан, которые подверглись воздействию радиации. То есть, здесь у нас речь идет о тех, кто же проживает в частном жилье. Но частное жилье получено не при приватизации, а по найму, по договору купли-продажи, по наследству, ну, такие вот другие какие-то вещи. 585 человек, то есть, вот, проживают в таком жилье, но они не получали социальную поддержку из федерального бюджета. Вот это может сделать только краевой бюджет. Это тоже наше инициативное обязательство, которое будет стоить в год где-то около более 7 миллионов рублей. Вопрос сложный, конечно, но... Да, но мы желаем вам продуктивного разрешения всего, продуктивной поездки, и чтобы все сложилось самым донышим образом. Такой морозный день, да? Да, да, пусть будет теплее. Спасибо, что этим утром вы пришли к нам в студию. Еще раз напомню, в гостях у нас была Вера Оськина, депутат законодательного собрания края, заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политики. Вера Егоровна, вам успехов. Спасибо большое. Спасибо.